Как правильно проводить мульчирование томатов в теплице с кошенной травой и другими материалами? Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальной зимой Популярные статьи Поиск по сайту найти, что такое мульчирование Мульчирование – это укладывание на поверхность грядки какого-либо материала органического либо неорганического происхождения. Оно играет важную роль в создании микроклимата грунта, не допуская пересыхания, и в то же время позволяет кислороду проникать внутрь. Благодаря мульчированию летом не перегревается верхний слой почвы. Зимой он спасает землю от промерзания, весной и осенью противостоит дождям и паводкам. Кроме того, подобный материал помогает бороться с сорняками. Для чего мульчировать томаты? Томаты могут расти и без мульчирования. Разница будет в качестве и количестве урожая. Оно приносит пользу овощам и облегчает процесс ухода за ними. Польза от мульчи и ее разновидности мульчирования предотвращает быстрое испарение влаги и образование корки на верхнем слое грунта, препятствующей циркуляции воздуха. Под ее слоем сорняки растут не так активно, так как она не пропускает солнечные лучи. Органическое покрытие постепенно само перерабатывается в удобрение, что положительно влияет на плодородность земли. Кроме того, оно создает хорошие условия для жизнедеятельности дождевых червей. К органическим видам мульчи относят опавшую листву, сено, солому и свежескошенную траву, опилки, щепу и измельченную кору, хвойные лапки, компост и дыре. К неорганическим видам относят пленку, камень, гравий, щебень, газету и картон, садовый укрывной материал нетканого типа. Как мульчировать помидоры в теплице? Теплица создает замкнутое пространство с повышенной температурой. Оно характеризуется повышенным испарением влаги, мульчирование позволяет притормозить этот процесс. Поэтому оно актуально в парниках. Наиболее подходящие материалы для укрытия – сено, солома, скошенная трава. Сначала высаживаются саженцы томатов, затем поливаются, после рыхлится земля, затем устилается подготовленный материал. Мульчирование помидоров в открытом грунте. Без использования теплицы земля более подвержена воздействию ветра, солнца, воды. Образование твердой корки на поверхности плохо сказывается на росте растений. Необходимо регулярное рыхление для обеспечения доступа воздуха к корням. Поэтому мульчирование в открытом грунте необходимо еще больше, чем в закрытых грядках. Можно более смело применять пленку и другие материалы. Черную пленку желательно использовать с добавлением соломы либо опилок, чтобы предотвратить перегрев земли. Сила солнечных лучей в открытом грунте больше, поэтому укрывочный материал надо укладывать слоем не менее 5 см, чтобы снизить рост сорняков. Выбираем материал для мульчирования в теплице. Прежде, чем приступить к мульчированию, стоит определиться с материалом. Кроме того, следует ознакомиться с его положительными и отрицательными свойствами. Свежескошенная трава мульчирования томатов в теплице скошенной травой сразу делать не следует, так как она, слеживаясь, образует корку, которая не пропускает воздух, и легко загнивает. Сначала ее следует слегка подсушить. Укладывают ее слоем в 5-7 см на предварительно прополотые и политые грядки, оставляя свободной прикорневую зону и стебли растений. Постепенно под воздействием микроорганизмов и жизнедеятельности дождевых червей слой укрытия будет уменьшаться, поэтому потребуется докладывать траву сверху. Сено и солома укрывочный материал выкладывают сразу после посадки саженцев. Солому слоем 10-15 см, сено более тонким слоем 5-10 см. По мере проседания ее подкладывают. Между сеном и соломой как способами мульчирования есть различия. Сено, его легко заготовить, просто скосить на своем же участке, быстро разлагается, удобряя почву, необходимо докладывать. В течение сезона, хорошо держит тепло и влагу, позволяет земле дышать, содержит семена сорняков, что приводит к их размножению. Привлекает слизни и дыры. Насекомых. Солома, из-за плотной структуры в теплице начинает прить, не удобряет почву, не содержит семян, не слеживается, одного. Слоя хватает на весь сезон, активизирует развитие почвенных микробов, что влечет уменьшение азота в грунте. Газеты и картон от газет лучше отказаться, так как в них содержится краска. Картон должен быть неокрашенным. Можно его использовать целым, вырезая отверстие под каждое растение, а можно измельчить. При использовании целиком после укладки желательно положить сверху тяжелые предметы или присыпать землей, чтобы не унес ветер. При большой влажности картон плесневеет, размокает и привлекает слизней. Компост – хороший материал для мульчирования. В чистом виде применять его не рекомендуется, стоит смешать с другими органическими материалами, с опилками, травой. Недостаток – в нем содержится слишком много питательных веществ, что вызывает сильный рост зелени и уменьшает количество завязи. Листья и хвоя мульчирование листьями – самый простой и весьма эффективный способ. Они помогают удерживать тепло и воду. Перегнивое – превращаются в удобрение, богатое калием, фосфором, кальцием, азотом. Покрытие из хвойных иголок хорошо сохраняет влагу и защищает от сорняков. Нет необходимости часто обновлять слой новыми иголками, так как, находясь на поверхности, они перегнивают медленно. Древесные опилки, пропуская воздух, они позволяют растениям дышать, задерживают рост сорняков. Со временем они сами превращаются в земляную массу. Мульчирование опилками полезно для картошки, малины и помидоров. Неорганические материалы при использовании пленки стоит выбрать непрозрачную, она будет сдерживать рост сорняков. Пленка подходит для холодного времени года, в жаркое лето ее придется убирать, чтобы не выприли саженцы. Хорошо зарекомендовало себя нетканое укрывное полотно. У него долгий срок службы – до пяти лет. Оно хорошо защищает от гнили и вредителей, пропускает влагу и воздух. Камень, гравий, щебень несут больше декоративную функцию. Сквозь них прорастают сорняки. Для прополки необходимо будет снимать весь слой, а затем вновь укладывать, чем нельзя мульчировать томаты в теплице. Не стоит использовать в этом случае рубероид. Он не пропускает влагу ни в одну из сторон. Под ним собираются слизни, он сильно нагревается на солнце, что принесет вред корням растений. Стоит отметить, что при нагревании он выделяет вредные вещества, в том числе канцерогены. Аккуратно следует использовать в теплице хвойные опилки, ветки, щепу, так как они окисляют землю. По этой же причине не стоит насыпать чистый торф, смешивайте его с компостом. Сроки и правила определения сроков для мульчирования в теплице зависят от ее вида, отапливаемое или нет. В отапливаемой оно может производиться в любой момент, когда высажена рассада. В неотапливаемой, когда миновала угроза заморозков. В случае применения органического материала его укладывают после высадки растений. Вокруг саженца оставляют свободное место. При укладывании неорганического материала в нем делаются крестообразные прорези, в которые высаживается рассада. Советы и рекомендации Исходя из отзывов опытных огородников, предлагаем вам некоторые советы, которые помогут в процессе мульчидрования, все виды. Укрывного материала выкладывают на подготовленный грунт, прополотый и политый. При заготовке травы лучше всего ее косить до момента образования семян. Не следует использовать в качестве укрывочного материала листья дуба, грецкого ореха и тополя. Они содержат ингибиторы роста, которые тормозят развитие растений. При прорастании сорняков сквозь укрывочный материал не обязательно их вырывать. Можно просто срезать, скашивать и укладывать сверху. При использовании древесных опилок, чтобы предотвратить окисление грунта, добавьте в них мел или гашаную известь. Заключение мульчирования томатов Эффективный способ повысить урожайность и облегчить себе работу в парнике. Существует много материалов различного происхождения, которые подходят для мульчирования грядок с томатами. Однако обычное сено и солома остаются самыми лучшими вариантами. Мульчирование томатов обязательно watch this video on YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok